Здарова, народ! И все владельцы Т-34-85 или 85М сейчас будут очень сильно обрадованы. Или, можно сказать, удивлены. А почему? Узнайте буквально через несколько минут. Вот засеките сейчас, народ, 3-4 минуты и начнете понимать, что происходит. Это реально очень необычно. Короче, все внимание на экран. У нас сегодня 85-ка, которая еще во взводе с Т-52. Еще одним таким известным легендарным танчиком. Ну и, собственно, попал наш герой в такое сражение, скажем, ну не самое ангельское. Потому что мы находимся, можно сказать, внизу списка с семерочками. Кроме того, в бою есть арта. Не стоит про этот прекрасный, всеми любимый класс техники забывать. Ну и надо как-то попытаться реализовать свой танк в этом бою. Посмотрим, у нашего совзводного уже дела пошли отлично. Сразу видно, первая минута боя буквально. Ну вот, че, полторы минуты еще не прошло. А этот товарищ уже в ангар ушел. Хорошо начали, че сказать еще. Отлично идем, главное дальше так не продолжать. Потому что если мы сейчас будем ошибаться, можно легко попасть вон от бревна КВ-2, например, вслед за своим совзводным в ангар. Ну ничего, пусть он еще подождет, мы тут немного повоюем. Так, СУ-101 тут нам на 274 подарочек присылает. Ты ля какой, некультурная ПТХ засадила нам. Тем не менее, наша команда уже немного проигрывает. По фрагам и по ХП видно, в принципе, вверху, что по ХП уже, кстати, довольно прилично. Мы проигрываем. Вот по фрагам удалось сравнять. Вражский Т-52 тоже сыграл. Шикарно. С чем мы его и поздравляем. Так, ну, сильно оторваться не удается. Уже счет 2-3. Ну а наш герой пока по классике просто отыгрывает на центре. Пытается тут подловить таких легкорасслабленных врагов, которые, может быть, будут подставляться. Хотя, счет пока никто не спешит. Но, тем не менее, тысяча урона уже есть. А вот это рискованно, братюнь, так выезжать. Если сейчас светанешься, может очень много откуда прилететь. Интересный, конечно, выезд придумал. Повезло, что нас не просветили, но тут довольно длинные кусты, в принципе. Но все равно, это было опасненько, честно говоря. Так, там 85-ку уже разобрали почти вражескую. Если бы ее сейчас добить, было бы неплохо. Как раз бы счет сравняли. Кстати, давайте глянем, что у нас тут по миникарте происходит. По 8-й и 9-й линии видно, что Стоялова, тяжики в город приехали. А делать, что в городе, нифига не понимают. Одни стоят на своей половине, там бибудьте ребят. Другие, соответственно, на вражеской половине. То, что тем же абсолютно и занимаются. К тому же, у нас интересная ситуация на 1-й и 2-й линии. Там абсолютно голые ПТ-хи. Если сейчас по 1-й линии пролетит какой-нибудь светлячок, наши ПТ-хи могут так быстро в ангар отлететь, что мы вообще забудем, что они в бою были. Поэтому там тоже интересная ситуация. Но самое печальное, что бой никуда не продвигается. То есть, ну, пока такие легкие качели в плане счета происходят, немного мы все еще продолжаем проигрывать по ХП. Ну, а так, особенно неясно. Хотя уже 4 минуты боя прошло, а в современном рандоме, знаете, народ, иногда за 4 минуты вся команда уже насосать успевает. Это вполне такое. Среднее время насасывания союзников. Очень многие бои уже, ну, хотя бы становится понятно. Выиграли, проиграли по счету к этому времени. Ну, а тут все довольно плотненько движется. Не получается найти ни по кому. Простреловод Т-52 и стальные булки. Стальная задница у Т-52 танканула наш снаряд, и ничего с этим, блин, не поделаешь. 5-6. Ну что, сейчас попробуем еще выцелить Т-52. На самом деле, вот этот светляк может нам бой подпортить очень сильно. Потому что в нашей команде ЛТХ уже не осталось. Они обе слились. И сейчас он, кто нас был в Супер Чаффе и наш совзводный на Т-52. А у них светляк есть. Это может очень сильно повлиять на финальную часть боя. Т-150 там раскорячился, но прострелить его здорово не получается. Да, вообще никого прострелить не получается. Ну, то вам скажу, народ. Довольно такое начало... Непонятное, так скажем. Пока еще есть шансы и у нашей команды, хотя их все меньше и меньше становится. Но вражеская команда все-таки активнее действует. И, похоже, враги поняли, что у нас на первой и второй линии голяк полный. И начали давить. И вот теперь реально все это дело все ближе и ближе к сливу становится. Потому что там сейчас сустуем один разлетится, я не знаю, как бабушкины пирожки. И у нас будет один фланг уже пробит. А это не может не расстраивать. Так. КВ-2 давай там против сушки сразись, братюнь. Кстати, у нас сейчас может появиться возможность накидать как раз по вот этим мега рашерам. Или не появиться. Челленджер куда-то нырнул там под воду. Не поймать и вот опять выкатил. Начинается игра в морской бой, как в старых автоматах. Попробую, так сказать, выцелить челленджера. Но это, в принципе, не сложно. Особенно учитывая, что под калиберами наш герой шмаляет. Летят они быстро. Поэтому с упреждением здесь особо заморачиваться не нужно. Супер Хелк Этик тоже желает тренделей получить. А что там они так долго нашу СУ-1-ки, ребята? Ты посмотри. Она все еще держится. И брить колотить, Теллен. СУ-1 мощная. Ладно, у нас в городе полный провал. Там навряд ли КВ-2 в одиночку продержится. Тем более на него ПТ-7 уровня чешет. Еще там где-то из 2 экранированный твою дивизию. Поэтому надо ехать. В городе порядок наводить. И, не, наверное, С-2 уже продавил вперед. А вот и хороший момент. И, гля, как четко ворвался. Сейчас наш герой просто вовремя заехал. Оказался в нужное время в нужном месте. И по СУ-1 наяривает. Ты посмотри. Мы сейчас переломим исход боя, возможно. Потому что тут у КВ-2 не было шансов. А мы и КВ-2 спасаем. И этих двух зевак добираем. Нормальные расклады пошли. Правда, у нас там на базе. Капец, происходит уже. Орту нарезают на тонкие ломтики. Да, и флешку добрали. Т-304. Но вот что я и говорил. Вот именно сейчас вражеский Т-52, который долго продержался, очень сильно влияет на бой. Потому что, сами понимаете, народ, элтэхи в начале боя либо быстро сливаются в начале боя, либо они грамотно отыграют. И потом, если боя кажется затяжным, легкие танки очень сильно влияют в финальные части боя. Поэтому, если сейчас получится поймать Т-52, это прям будет отличная новость, я вам скажу. Но он не особо подставляется. Кто у них остался? Супер Хеллкэт, СУ-122-44, то Светляк, Т-52 и Артовод все еще. До сих пор в бою. Ну ладно, Артовод, но вот ПТшки очень мощные. Седьмого уровня. Поблажки нифига нам не дадут. О, СУ-122 обнаруживается. А это интересная ситуация. Нужно сейчас... А, все, спряталось. Но мы теряем КВ-2, который тут решил посветить. Но, сами понимаете, светить на огромном здоровенном тяже занятие такое себе. Тем более против ПТ седьмого уровня, у которых с пробитием КВ-2 абсолютно никаких проблем быть не должно. Ладно. Наш герой решает сыграть по-другому, сменить позицию и подъехать ближе. Потому что, ну, у Руди там уже совсем дела плохи. У него, по-моему, ХП вообще нет. У нас все-таки 536 ХП, поэтому можем мы попробовать как раз-таки для Рудика и подсветить. А тут Сушка, посмотри, прямо в душу смотрит. Как ему удается уворачиваться? Офигеть. Добрали даже Сушку. Но тут у нас чемодановый сюрприз от арты. Так, лишаемся последнего союзника. И один против троих. Наш герой остается. Причем во вражеской команде Супер Хеллкэт ПТ 7 уровня. Очень сложно будет против нее. Народ, пока финалочка сейчас идет, давайте быстро вам напомню, что спонсор этого ролика парни с классного сайта Воткин, где прямо сейчас вы можете себе получать большие коробки с золотой и, конечно же, премиум танки. Залетайте, открывайте обязательно именно главный контейнер. Я вот буквально вчера открывал, видосик есть, мне коробок нападало очень много. Ну, а вы тоже можете залететь, проверить, собственно, свою удачу. В закрепленном комментарии под видео ссылочка на Воткин и мой промокод, который нужно ввести при пополнении счета. По промокоду получите гарантированный подарок-бонус. В общем, в закрепленном комментарии ссылка на Воткин мой промокод. Все там внизу. Обязательно промокод не забудьте. Реально по нему каждому при пополнении дают подарок. Ну, а мы смотрим дальше, народ. Да, и не забывайте, что в этом видео также розыгрыш голдишки от нашего канала проходит и коробочек. Лайк, подписка, колокольчик, позитивный комментарий с игровым ником. Все элементарно у нас, как всегда. Ну, и просто, кто любит 85-ку, кто поддерживает этот танк, кому он нравится, обязательно прожмите лайк видосу. это поможет и каналу, и видосу. В общем, не забывайте лайчиться, что уж я там говорю. Ну, и вот именно сейчас будет момент, который может порадовать владельцев 85-ки или 85-м. Эти танки одинаковые в принципе по характеристикам. Ну, и вот смотрите, что произойдет. Один против троих наш герой. Идет захват базы. Мы врываемся. Супер хеллкет 600 хп. Выходим на него и посмотри, как фугасами 85-ка его наказывает просто в ноль, как будто и не было. И тут же Т-52 ничего не может сделать. Слева сразу же арта подкалибер готов. И без шансов просто он ворвался блин на троих врагов и как будто их не было. Как будто и не заметил. Не, ну реально вот такая крутость в финале. Как минимум владельцев этого танка должна порадовать. Ну, въехал супер хеллкет 7-го уровня хп дофига было. Мы его даже как будто и не почувствовали. Офигеть. Давайте к итогам, народ. Основной калибр поддержка воин медаль Оськина мастер конечно же супер эпичная тащилова 6 фрагов больше 4000 урона для 6-го уровня. это очень даже неплохо. Вверху справа прошлый видос залетайте посмотрите. Ну а мы с вами народ увидимся в новых роликах которые очень скоро будут на канале. Пока народ! народ Продолжение следует...